Итак, нам необходимо задать обработчик события onPanelCreate. Для этого мы его поместим в файл in.php, в котором предварительно создали. Добавляем addEventHandler, который регистрирует у нас обработчики вот наш событий onPanelCreate. Сюда передали массив, где указываем наш класс и, соответственно, нашу функцию, которая будет выполняться. Создаем, соответственно, класс MyClass. Название класса может быть любым. Создаем функцию. Также при написании кода очень рекомендую его встально комментировать, потому что те разработчики, которые будут после вас, либо вы через какое-то время будете править свой код, комментарии, которые будут добавлены к вашему коду, очень существенно облегчат жизнь. Вам или вашему коллеге. Так. Обработчик сделали. Сохранили. Обновили страницу. Наша кнопка нет. Ну, соответственно, потому что у нас ничего внутри данной функции не выполняется. Теперь нам необходимо вызвать функцию addPanelBatter. Каким образом мы ее вызовем? Открываем глобальную переменную. И, соответственно, давайте создадим функцию. Так. Сюда мы можем передать ряд параметров. Сразу начнем с конца. Это добавим переменную, которая отвечает за перетирать существующую кнопку новыми данными. И не надо. Далее у нас идет массив параметров. Массив параметров. Куда мы передаем ID кнопки. ID кнопки определяет уникальное ID текущей нашей кнопки. Поставим где-то минус 9. Далее текст. какой текст будет выведен на кнопки. Давайте вообще определимся, что мы сейчас делаем. У нас кнопка будет просто являться ссылкой для перехода на сайт один из битрикса. Я думаю, нам этого будет достаточно. Вот здесь мы забыли запятую. Для обучения. Соответственно, текст. В тексте мы также можем использовать HTML теги. таким образом форматируя текст. Допустим, мы можем выделить жертвым, курсивом, зачеркнутым, подчеркнутым и тому подобное. Добавляем один из битрис. Выделяем курсивом. Сдаем тип кнопки. Тип кнопки у нас будет большая. Инвестировки для группы кнопок сдаем. Ну, установим давайте 400. Сортировку давайте, пускай она у нас будет первая. Ну, в принципе, она, наверное, будет единственной. Сдадим 10. Далее CSS класс. То есть зададим параметр icon. Давайте используем уже существующий класс. Название CSS класса с икон кнопки уже существующего в стандартном битриксе. Вот. Сейчас вы увидите как это выглядит. Сдали. Ну и, соответственно, давайте сдадим собственно саму ссылку. ссылка на сайт один из битрикса. Здесь также либо можно указать ссылку, либо какой-то JavaScript какую-то функцию, которая будет выполняться при нажатии. Сдадим альтернативный текст. Вообще это на самом деле старый вариант. То есть сейчас его можно не использовать. Для этого у нас используются новые параметры это hint куда передается массив title и текст. Давайте их установим. В принципе все. У нас должно работать. Сохраняем. Переходим. Смотрим. Обновляем. Вот у нас появилась кнопка. Вот видите у нас здесь соответственно мы взяли иконку стандартную это с мастера настройки. Мы не художником и не нарисовали. Соответственно наш текст 1sbitrix.ru который выделен курсивом. выделить жирным и так далее. И также при наведении вы видите что заголовок тултипа насадится и текст тултипа. Туда вы можете вместить свой текст который необходим поясняющий для того что данная кнопка у вас делает. Кнопку мы сделали. Сбросим кэш. Как видим имеем ссылку. Нажимаем. Ну соответственно у нас осуществляется переход на сайт 1sbitrix.ru то что мы сделали. Продолжение следует... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...